В первые послереволюционные годы великие русские полководцы, такие как Александр Васильевич Суворов, никакого почитания не имели. Их пренебрежительно называли «золотопогонниками» и между делом упоминали, что они отстаивали интересы царизма и дворян, то есть угнетателей простого народа. Признание к выдающимся сынам России пришло позднее, но историкам пришлось изрядно потрудиться, подгоняя их под новый, советский стандарт. «Советскому народу нужны были новые герои», — так считал один из авторов революции и отцов-основателей Советской Республики Николай Бухарин. Он утверждал, что царских полководцев нужно предать забвению. Но было и противоположное мнение, согласно которому некоторых всё же стоило признать. А как иначе, ведь молодая страна, которой отроду было несколько лет, рисковала остаться совсем без истории. Было принято решение признать некоторых царских фельдмарта шалов и генералов, но преподносить их в новом свете, как особь, непременно вступающим с царской властью в противоречие и, конечно же, как отцов-солдатам, то есть лояльных к простым людям. Все неудобные, очерняющие героя в глазах пролетариата факты следовало замалчивать. Все эти условия искажали историю и заставляли учёных и литераторов хорошенько поломать голову. Нужно сказать, что имперские полководцы меньше всего заботились о том, что о них могут написать рабоче-крестьянские историки, и вели себя совсем несознательно. Больше всего возиться пришлось с Александром Васильевичем Суворовым. Вклад генералиссимуса в военное дело и историю был огромным, а сам он, мягко говоря, оказался героем и удобным. Возвращением полководцу доброго имени занялись ещё в конце 1930 годов. В 1938 году писатель Леонтий Раковский начал писать роман «Генералиссимус Суворов», который ему удалось завершить только после войны. Книга вызвала волну критики, сильно уж неправдоподобным, лубочным выглядел его герой. В 1940 году вышел и художественный фильм «Суворов», такой же восторженно-пафосный. В советских учебниках истории говорится о том, что в Москву Емельяна Пугачёва привезли в железной клетке царские палачи. Имена этих мерзавцев не назывались, так как получалась совсем уж некрасивая ситуация. Перевозкой мятежника к месту суда и казни руководил никто иной, как Суворов. Повезло хоть в том, что Александр Васильевич сам не участвовал в разгроме восстания и пленении атамана, он просто не успел. Поэтому можно было с лёгким сердцем убрать полководца из этой истории. Про тот факт, что «добивать» оставшиеся отряды восставших отправили Суворова можно было уже не упоминать, после казни Пугачёва рассказывать было особо ни о чём. А ведь Суворов отметился ещё на Кубани и в Крыму, где под его руководством подавляли мятежи. С его ведома расстреливали, вешали и рубили палашами восставших нагайцев, татар и представителей многих других народов. Суворов справлялся с любой порученной ему работой, управленец и дипломант он был прирождённый. Только вот договариваться не любил и большинство вопросов решал карательными методами, а уж жестокости ему, по словам современников, было не занимать. Продолжение следует... Продолжение следует...